Все обсуждаем вот эту оккупацию. Взгляните в словарь. Что такое слово оккупация значит? Была ли она? Вы знаете, мы вообще не собирались обсуждать оккупацию. Просто господин Орбанович у нас давно не был, еще до выборов в последний раз был. И, конечно, не затронуть этот вопрос мы не могли. Но если вы хотите, вы комментируйте. Потому что мы уже достаточно накомментировались тут. У нас в центре согласия. Тем мы отличаемся от всех остальных, возможно. У нас нет табу. Мы готовы обсуждать. Мы понимаем вот эти вопросы, как они могут быть с точки зрения международного права или другого права оттрактоваться. В разных словарях по-разному толкуется. Но, тем не менее, мы же не говорим о том, что мы готовы придать те настроения, которые привели нас в этот и в следующий парламент. Мы знаем и помним, что нам можно и что нам нельзя. Я думаю, что и Домброскис, и все остальные, которые нас провоцировали на предательство своих избирателей, они прекрасно понимали, как мы поступим. И в этом их двойная подлость. Они, на самом деле, ни одну секунду не хотели с нами договориться. Но о чем еще это говорит? Вот многие эксперты сейчас начали говорить, ну, ребята, ну, сделали бы вот так вот пальцы, и сказали бы эту оккупацию, и все, и наконец-то. А вот дудки, господа эксперты, и политологи, и те, которые нам добра желают. Спасибо, их очень много. Вот именно этим мы и отличаемся, что не будем размениваться на принципы. Ни ради каких хороших постов, с одной стороны, но с другой стороны. В данной ситуации просто принять вот такую формулу отношений, когда кто-то себе позволяет быть экзаменатором, а судя кто... Будем очень восставать. И мы уже оповестили всех своих друзей во всей Европе. Это неслыханная вещь. Такого. Итоги выборов могут быть зашкаливать влево, вправо. Но чтобы кто-нибудь из политиков говорил бы другому политику, тебя избрали неправильные граждане, извините. Это может быть только в нашей любимой Латвии. Помните, был небольшой скандальчик по поводу рекламы, вывешенной на Стокмане. По поводу там, что буквы не соответствовали, да? Помните было такое? На вашем радио тоже говорилось, Наталья, помните? А кого повесили? Извините. Извините, ну напоминайте нам, да. Чьи буквы не соответствовали? Реклама была, да? Буквы не совпадали по языку, там, что английские буквы были больше, чем латвийские. А, да, 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 что-то такое помню, да. Так что самое, Ретуму банка, как в Юрмале на русском языке, да, вывесила рекламу, да, добро пожаловать в ЕС. А почему, я вот слушал иногда латвийское радио перед выборами, да, почему никто не следит за враньем в рекламе, да, вот я просто, ну немножко процитирую, да, что промосковские силы идут, время объединиться, и что это единственный выход, да. А почему за этим никто не следил, потому что, ну, где же промосковские силы, где же, не знаю, путинские силы, как они кричат, да. Это просто, ну, абсурд, понимаете. Я вот просто представил себе, что бабушка в какой-нибудь Латгалии сидит, смотрит, слушает радио, да, и валидол пьет и думает, о боже, опять, опять идут, понимаете, красные. Только не в Латгалии, наверное, Витзема скорее или Курзема, ну, неважно. Это правда, я вот бывал больше в Курзема, Витзема и Замгала, чаще бывал, чем в своей родной Латгалии или в Риге. Я разъезжал, смотрел, и было очень интересно, вот в Курземском котле пришли такие пожилые, ну, мягко говоря, пожилые старцы, и вот полный зал, и они пришли посмотреть на этого, думали, что я зайду в Бюденовке с шашкой там на коне. Ну, буду перебирать в руках там большие и малые матрешки и так далее, буду семечки, и водка у меня будет, и всё вот такое, да, пришли вот так вот посмотреть. Когда мы с ними поговорили, они мне задают вопрос, слушай, ну, а ты точно-то вот поклясться можешь, что не отдашь Латвию Путину? Я им задал вопрос, вы мне можете растолковать, как это можно сделать? Не потому, что хочу-не хочу, но вот расскажите, как. Они говорят, да, вообще-то, вроде как никак не получается. Но вот тётя из Единства приезжала тут пару дней назад, сказала, что ты это точно сделаешь, и знала, что ты приедешь через пару дней, и ты, чтобы мы тебе задали этот вопрос. И, говорит, сказали, что вот увидите, он увернётся от этого ответа. Я опять увернулся. Эти нелепости, к сожалению, работают. Я когда начали сегодня говорить, я говорил, что, ну, наверное, никакими поступательными мы хотели, всё-таки надеялись, что взрослеют с каждым разом, с каждым выбором, с каждым кризисом, да с каждым отъезжающей тысячей в Ирландию. Взрослеют люди, люди начинают понимать, что всё не так просто, как им врут. Но, по-видимому, всё-таки, люди опять были, была включена эта «русские идут», «латыш, не сдавайся», а значит, извините, у нас поступательных решений не будет. Пока этот нарыв, этого разводки, этого этноксенофобии и вот всех-всех-всех пакостей, с чем мы уже как бы свыклись, они оказываются у нас уже на уровне гормона. Ну, а почему вот сработал этот лозунг «русские идут», «латыш, не сдавайся». Ведь нас так уверяли, что у нас всё, в принципе, хорошо, все давно интегрировались, всё это самое, всё очень так гладенько. А как можно интегрироваться, когда всё это время, определённые медийные ресурсы и парламент страны в виде разных депутатов, которые будут, не будут, они всё время говорили об этой большой угрозе, люди об этом слышали. Многие не верили, но думали, ну а вдруг нет дыма без огня? Но ведь в Рижскую Думу, когда выборы были, этот лозунг не сработал, «русские идут», «латыш, не сдавайся». Я думаю, что он сработал. Не было ни ТБшников, ни пчёл там. Он очень хорошо сработал, потому что ТБшники в виде крестовского сына. Это те же ТБшники. То есть перекрасившиеся. Они пересели, они получили достаточно много. В Рижской Думе, равно как и на этих выборах, при всей этой бодяге, при клевете, что у нас какие-то деньги, французы печатали. Помните, что у нас какие-то цифры конкретные есть, у каких-то промосковских. Я не знаю, кто это, но сразу все побежали к нам спрашивать. Я, слава богу, дождался без пяти восемь, и письмо в тот понедельник отправил. Кажется, ничего, а ну-ка быстренько сыщи этих вот, кто эти деньги брал. Мне дико надо знать это. Но это работает. Люди наивны. Люди, на них обижаться нельзя. Их кормили этим супом, вечно подогретым, много раз подогретым, недоверие друг к другу. И они продолжают внутри недоверять. Вроде как, говорят, уровень вот этого нетерпения между латышами и русскими вроде как снизился. А оказывается, нет. Он по-прежнему высок. Коль скоро можно его включить, и он заходит в эту кабинку для голосования и думает, ну вроде как центр согласия, они так гладко говорят. У них единственная была экономическая программа. Вроде я понимаю, и стариков обещали, и клялись. Я верю, никогда не обманывали, но все-таки поищу кого-то из своих. Домбровский такой хороший, он ничего не говорит, он ничего не обещает, но он такой хороший, такой честный. Но разве он может нам какую-нибудь пакость устроить? Но устроил же уже в прошлый раз. А вдруг сейчас вот нет? Может, одного роза хватило? Давай-ка я еще раз попробую. Домбровский получил неоправданно много голосов. Тут я согласен. И это свидетельство того, насколько у нас сильно больно вот это разделение этнополитическое, этническое. Значит, я считаю, что пусть теперь Домбровский покажет свои умения недолго. Недолго, я думаю, полгода. И в этот момент мы должны будем сделать то, о чем агитирует. В ситуации, сразу после выборов заявления, что мы готовы взять ответственность, они были. Но мы беседовали в кулуарах с теми же зелеными крестьянами, да, с оранжевыми ЛПП и так далее. Мы видели, что мы одиноки в этой ситуации, мы одиноки. Поэтому быть смешными мы не могли себе позволить. Мы демонстрировали рвение желания. Мы сейчас от него не отказываемся. Я хочу вот немножко призвать к терпению наших избирателей. Шахматная партия не закончена. Вы видите, что происходит? Мне кажется, последние ходы в этой многоходовке будут все-таки за нами. И очень скоро. Многие говорят о том, что через полгода, через полгода, год что-то поменяется, и центр согласия мы еще увидим в правительстве. Ну, я так поняла, что вы готовы туда идти. А для чего? Вот что вам там делать, если по большому счету все уже расписано международными донорами? Ну, мы не хотим идти в это правительство. Ну, я имею в виду сформировать свое. Ну, у нас есть свое видение. Мы с этими донорами тоже общались. Они были сильно перепуганы. Больше, чем единство со своим Домбровскисом. От ужаса, что вот придет Урбанович со своей командой. Но мы с ними нашли очень такие понятные, интересные моменты. Для них же и для нас полезные. Как из этой ситуации выходить? Думаю, что мы бы смогли договориться с ними, чтобы стариков не трогать. Бизнес отпустить. И долги сохранить, но отложив на более дальние сроки. Я думаю, что мы с ними могли бы об этом договориться. Домбровскису без нас будет это тяжело, потому что он растерял то интеграционное начало, которое в себе несет центр согласия, если он с кем-то договаривается. Они отвергли нас, и тем самым я не понимаю, не буду понимать ни европейцев, ни американцев, которые являются главными держателями Валютного фонда и других финансовых общих копилок, когда они будут идти навстречу Домбровску. За что? За то, что он продемонстрировал полное непонимание тенденций в мире и в Европе, когда он показал себя самым махровым ксенофобом и абсолютно несамостоятельной фигурой. Все видят, что Домбровский точно не командир в единстве. Тут можно вспомнить старую притчу, когда бывший госсекретарь, министр иностранных дел США, когда Европа разрасталась, он тогда задавал вопрос, а кому звонить, если я хочу поговорить с Европой? Сегодня я вам могу сказать всем, я не знаю, с кем говорить, если я буду хотеть заговорить с единством. Там такой бардак, причем, ну, все время нарастающий, и это большая проблема. И я хочу добиться того, чтобы она сама и разродилась, чтобы к этому больше не возвращаться, чтобы нельзя было бы на выборах прийти с лозунгом «Голосуй за своих, чтобы не пришли чужие». Оказывается, в Латвии есть и чужие, то есть мы, и свои, то есть они. Это преступление по отношению к тому нормальному созидательному процессу, где Латвия стала бы страной дружных людей. Они нас еще больше раскололи. Домброскис в этом виноват. Вы сказали, доноры перепуганные, а кто их перепугал? Они же не бабушки из Курзамы. Ну, они, во-первых, им жалко этих денег, которые хоть и не свои, но все-таки дадены. Есть чиновники, которые отвечают за использование этих денег, они понимают, что это в трубу, что деньги рождают еще большую яму. Каждый процент, который мы за счет их денег в бюджете снизим, родит еще такой же процент снижения ВВП. Ну, не Владимир Владимирович Путина, а снижение валового дохода. Экономика с каждым ходом, который будет делать Домброски, будет сужаться. И люди будут уезжать. Останутся здесь чиновники, полицейские, спецслужбы и пенсионеры. Вот что их заботит. Они не видят у Домброскисовой инициативы жесткой позиции, уверенности в себе, что у него есть свой план. Домброскис просто, когда они говорят, знаешь, если у тебя так не получается, режь еще. Он говорит, ну что ж, буду резать. Они в шоке от этого, если честно. Они в шоке. От такого послушания. Конечно, они говорят ужас. Они бы хотели видеть от него жесткую позицию. Ребята, я это не могу, но я сделаю вот это. И тогда вот через год, через пять будет вот такой, такой, такой. Вот такой разговор. Любой банкир, если он меня слышит, который дает кредит, он хочет слышать не только цифры, но и уверенность в голосе того, кто хочет взять эти деньги. Он хочет почувствовать, что он знает, что с этими деньгами делать. Мы сегодня в лите Домброскоса выглядим очень инфантильного, с посмешищем во всем мире.